Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодняшнее видео будет посвящено теме продуктов Норвегии. Расскажу, какие продукты очень популярны среди норвежцев, которые я сама избегаю приобретать. То есть я их не держу в своем холодильнике, либо на своих полках. Почему? Частично также я затрону тему состава норвежских продуктов, потому что недавно я ознакомилась с очень популярной книгой норвежского диетолога Марит Колби. Сейчас это бестселлер в Норвегии под названием «Что и когда следует есть». Очень занимательная чтива. Автор рассказывает о проблемах современного мира, почему то, что раньше считалось нормальной едой в настоящее время, уже таковой не является, что причина всех современных болезней, либо болезни образа жизни, лежит в ультрапроцессированной еде, которой наполнены магазины, наверное, в любой стране нашего мира, ну, в большинстве, по крайней мере, в западном мире. Она прошлась по причинам заболеваний, хронических заболеваний, почему у нас в организме появляется воспаление, почему так много людей сейчас с избыточным весом, ну и, конечно же, дает свои рекомендации. Но помимо этого она также затрагивает тему состава норвежских продуктов, да, что следует избегать и чем надо все же питаться, чтобы оставаться здоровым. Ну и давайте начнем. Первое, что она акцентирует, это напитки с заменителем сахара. Вообще, почему-то в Норвегии считается, что если ты покупаешь колу дзеру, да, то есть без натурального сахара, а с сахаром заменитель, то значит, это нормально для здорового, значит, это можно покупать. На что Марит Колби отвечает, что на самом деле это довольно опасные подсластители. Такие вот искусственные, кстати, она прошлась и по таким, знаете, а-ля натуральным типа стевия, либо эритритол, тоже очень популярный такой, знаете, натуральный подсластитель в Норвегии, что они тоже не очень хороши для организма. Но вот именно все эти искусственные типа аспартама, да, они опасны тем, что, во-первых, изменяют микрофлору кишечника, поэтому это ведет к необратимым метаболическим процессам. Также они ведут к непереносимости глюкозы, как бы это ни странно звучало, и если вы будете принимать их на постоянной основе, то вы можете даже заработать диабет второго типа. Поэтому с ними мы обращаемся очень осторожно, и этот миф, что они помогают, например, снизить вес, либо не набрать вес, на самом деле лишь миф, потому что, согласно разным исследованиям, это как качели, да, смотря какой у вас организм, вы можете и набрать вес на этих напитках, так же, как и снизить. Вы знаете, я посмотрела продукты с вот именно напитки на норвежских прилавках, да, и, например, то, что меня поразило, это, например, если раньше, лет пять назад, можно было с такой накупить концентрата для компота, так называемый сафт в Норвегии, очень популярный напиток, да, который часто подают к обеду, можно было найти очень много обычного такого вот компотика, да, с сахаром обычным, и, может быть, только несколько таких вот с заменителем, то сейчас трудно найти обычный компот, все с заменителем сахара. Вот прилавки с концентратами для компота, серия FAN вся без сахара, с сахарозаменителями, Zero, Zero тоже с сахарозаменителями, и здесь вся полка такая, все без сахара. И это без сахара. Вот единственное несколько видов, которые все еще были с привычным нам сахаром. Здесь все сейчас без сахара. Вот посмотрите, Кока-Кола. Утен, сукер, утен, без сукер, сахар. Затем Марита рассказывает о всевозможных загустителях для того, чтобы придать приятную консистенцию продукту. Продукту это эмульгаторы, стабилизаторы и прочие, загустители, да. И если некоторые из них довольно невинные, типа вот именно лецитина, то все же есть часть таких вот загустителей, стабилизаторов, которые на самом деле опасны. То есть они могут вести к воспалению, к воспалительным процессам. Это, например, Е466, Е467 и Е407. Это каррагенан, который является как канцерогеном, так и тоже фактором воспаления. И в честь этого Марит Колби разобрала печеночный паштет от фирмы Stabure. Вообще печеночный паштет такой вот магазинный, это must-have в любом холодильнике норвежца. Его дают детям в детском саду с первого года. Его намазывают на бутерброды всем детям, в школу. То есть он считается очень полезным продуктом в Норвегии. На самом деле, да. Берем этот паштет. Сейчас, согласно Министерству здравоохранения в Норвегии, все производители должны уменьшать количество сахара, соли и насыщенных жиров. И было приказано это сделать и в паштете, в этом печеночном паштете. Если раньше, например, такую приятную консистенцию мы придавали как раз-таки жиры насыщенные, то сейчас им пришлось убрать их из состава, и они заменили эти насыщенные жиры на рапсовое масло и каррагенан. Каррагенан, как раз-таки это стабилизатор, который является фактором воспаления. Плюс еще добавили больше воды. Поскольку будет больше воды, то значит надо будет больше загустителя. Соответственно, власти в борьбе с опасными жирами добавляют в детский паштет, который все дети едят, что? Факторы воспаления в кишечнике. Вот вам пример. Вот он паштет, источник железа, ягн-железа. И, как и предполагалось, в составе свиная печень, вода, жир, рапсовое масло. Дальше я уже ничего не вижу. Ну, декстрозу вижу, каррагенан, это все там есть. Вы видели, там целых шесть строчек. Очень полезный продукт. Вот из их же серии макрель в томате, вот это неплохой вариант для того, чтобы намазывать что-то на бутерброд. Потому что здесь в составе всего лишь филе макрелье, томатное соус, томатное пюре, вода, рапсовое масло, сахар, соль, антиоксидант. Ну, то есть лимонная кислота. И все. Сейчас мы с вами пройдемся по очень крупному магазину под названием Куб Упса. Там очень много товаров на любой вкус. И я пройдусь, покажу вам некоторые продукты, которые очень любимы норвежцами, которые я стараюсь по возможности никогда не покупать. Майонез Хелманс. Единственный нормальный майонез в норвежском обычном магазине. Тут, смотрите, уже какие пошли разные вкусы. Даже с пармезаном веганский майонез есть. Вот цена. И с чили. Ну, цены, конечно, просто убийственные. Есть Хайнс, либо Хейнс майонез. И Барра Айоли. Ну, как я повторилась, в этом магазине единственный съедобный майонез – это Хелманс. Это самый известный майонез норвежский. Тоже довольно долго держится на рынке, но я его не люблю. Цена майонеза 36,40. Два здесь пакета по 330 грамм. Что в составе? Рапсовое масло, вода. Затем желток яичный. Уксус, сахар, соль. Загуститель. Два вида. Консерванта. Два вида. Затем лимонная кислота, ароматизатор, антиоксидант. И краситель бета-каратен. Но вкус его мне не пошел абсолютно. Хотя норвежцы любят. Салат и левье с ним делать вообще не рекомендую. Не получится. Для слат и левье только Хельманс. Норвежские домохозяйки очень любят ванильный соус. И поливают им все. Ягоды, желе. И смотрите, вкус у него очень химический. Сразу вам скажу. Вот сейчас прочитаем состав всего удовольствия. В составе входит цельное молоко, сливки, 10% сахара, модифицированный крахмал, стабилизатор. Целых три из них. Карагинан считается очень нехорошей вещью. Ароматизатор, краситель, каратен. Или каратин по-русски. Вкус, повторяю, очень химический. И написано, что это десертная радость с 1969 года. Но это я никогда не покупаю. Норвежские домохозяйки, домохозяева очень любят такие вот соусы из пакетиков. Очень редко они готовят соусы самостоятельно. Обычно покупают вот такой вот соус. Например, соус бернский. Написано, что он походит для мяса и для рыбы. Добавить сюда только молоко. Да, добавить молоко и перемешать. И варить одну минуту. Что входит в состав? Давайте посмотрим, где тут состав. Состав уже начало плохое. Мальтадекстрин. Это нехорошая вещь. Это чистый сахар. И тем более, даже более вредный, чем обычный сахар. Затем модифицированный картофельный крахмал. Модифицированный уже соль, рапсовое масло, лимонная кислота, ароматизатор, сахар, лук, карли, стабилизатор. У них здесь три стабилизатора. А также экстракт, дрожжевые экстракты и семена горчицы. Пряности, петрушка, листья эстрагона. А также, сейчас вам переведу эту пряность. Я, честно говоря, не знаю. Какой-то, в общем, клевер. Но это не совсем клевер. Но сам факт, да, в таком соусе очень мало хорошего. Цена его, сейчас скажу, 17,40 за пакет. В норвежских магазинах я не покупаю такую вот соль классическую. Есть с йодом, есть и без йода. Потому что она вся содержит, помимо соли, натриума, хлорида, средство против комков Е535. Это тоже очень нехорошая вещь. Поэтому это я не покупаю. Покупаю только для каких-то целей, что-нибудь там почистить. А обычно я покупаю соль розовую гималайскую. В этом магазине тоже есть гималайская соль за 50 крон за килограмм. Но в ней тоже это средство против комков, чтобы не слеживалась соль. Поэтому я покупаю соль в магазине здорового питания. Вы подумайте, что я такой вот, знаете, педант в этом плане. Но вы знаете, как-то жить хочется. Норвежские хозяйки и хозяева очень любят покупать замороженную пиццу. У нас соседи сверху заполняют бак для бумаги. Вот именно коробками от пиццы. В основном грандиоза. Грандиоза. Это национальное блюдо Норвегии. Смотрим, что за пиццу. Хотят такую вот 60 крон. Это 6 евро. Давайте же посмотрим ее состав. Написано, что пицца с такой делюкс. Какая-то должна быть очень воздушная, сочная и хрустящая. Давайте посмотрим состав. Боже мой. Здесь мука, вода, сыр, томатное пюре, кукуруза, чипсы начо. Затем томата, мягкие чили, соевый протеин, сахар, соль, дрожжи, рапсовое масло. Затем протеин из специальных бобов, гороховый протеин, дурум, экстракт пряностей, пряности, лук, чили, паприка и чеснок, стабилизатор 2 штуки, крахмал, краситель Е150С, ароматизатор, энзим, а также средства для обработки муки Е300. То есть, несмотря что вначале все даже неплохо звучит, в конце все очень даже плохо. А это мой самый любимый отдел овощей и фрукты. Вот здесь покупается всегда везде. Вот обилие майонеза Миллс. Но, как я сказала, не рекомендую. А вот мой любимый Хелманс. Имеется. Норвежцы очень любят салаты с майонезом. То есть, здесь уже, знаете, сказать фиш, что майонезные салаты это зло, в Норвегии не скажешь. Потому что они сами такие вот салаты здесь любят. Но я их тоже не покупаю. Сейчас расскажу, почему. Возьмем классический картофельный салат. Написано, что с луком-пореем, а также огурцом замаринованным. В составе картофель, рапсовое масло, вода, лук-порей, огурец, яичные желтока. Затем, как это называется, маринад из-под огурца. Сельдерей, уксус, горчица, сахар, лимонный сок, сахар, соль. Затем ароматизатор лимонный, консервант, соль, стабилизатор два вида. Еще один консервант, специи. Затем лимонная кислота, регулятор кислотности. Декстроза из кукурузы. Это очень плохая вещь красителя. Также экстракт перца. В чем проблема с норвежскими салатами, майонезами, что они очень уксусные. Там и уксус, и сахар, поэтому есть нам тяжело. Не покупаю. А так есть салат с крабовыми палочками, затем салат с креветками, яйцом, итальянский салат с ветчиной, колслоу, картофельный салат и многое другое. Также у них есть, например, салат со свеклой. Сейчас найду. Норвежцы очень любят бекон. И считается, что вот от фирмы Ylde самый лучший. Вот он. Что с беконом? Бекон я, кстати, покупаю, потому что у меня очень его любит ребенок. Но, каково же было мое удивление, когда вы посчитаете состав, а там... А там в составе свинина, вода, соль. Опять декстроза. Это гадость еще та. Затем ароматизатор. Копченый такой вот ароматизатор, чтобы придать вкус копчености. И стабилизатор, антиоксидант, два вида. Вот так вот. Я стараюсь не покупать сосиски. Вот есть сосиски. 45 крон за килограмм. Нет, сейчас килограмм... Подождите, 66 крон 50 килограмм сосисок. И написано, что они с меньшим содержанием жира. Но сосиски, оказывается, одна из причин, почему уже женщины Норвегии занимают лидирующие места по раку кишечника. Давайте почитаем, что входит в состав. Не видно? Но смотрите, сколько строчек. Я уже вижу, что здесь и декстроза, и опять ароматизатор копчености, стабилизатор антиоксиданта. Уже не вижу, что там еще один консервант. Вот. В общем, сплошные ешки. Норвежцы очень любят креветки. Но я предпочитаю покупать, пускай они очень дорогие. И это будет редкость. Но покупать вот именно креветки свежие, свежесваренные. На прилавке со свежими морскими продуктами. Потому что здесь продаются вот такие вот креветки в маринаде. Как пример, вот вам, да, цена. Написано, что даже они из Гренландии, даже не норвежские. Ну ладно, Гренландия, не Гренландия. Привет моему папе, который всегда почему-то называл Норвегию Гренландией. Ну так, пренебрежительно так. Ну вот, почти. Сейчас я найду на норвежском. Вот на норвежском есть. А, здесь не написан состав. Ну вот, креветки, вода, соль, опять регулятор кислотности. Две ешки консерванта, два. То есть уже две вещи, что не должны быть в креветках, по сути. Поэтому покупаем свежие, либо замороженные. Но замороженные здесь редко продаются, норвежские креветки. Обычно они, ну скажем так, из Азии. То есть тоже их лучше не покупать. Ну вот, вам выбрала более гурманский вариант креветок в маринаде. 55 крон стоит. Ну вообще, здесь состав, это можно тоже обхотаться. Смотрите, написано, что чистые, очищенные креветки. Затем, что входит в маринад? Вода, соль, лимонная кислота, а также разрешенные консерванты. Два вида. Антиоксидант, а также подсластитель сахарин. Сахарин получается. Мне это понравилось. Разрешенные консерванты. Как будто в Норвегии могут добавлять неразрешенные консерванты. В этом я сомневаюсь. Но в любом случае, это не есть хорошо. Норвежцы очень любят готовые котлеты. Давайте же посмотрим, что входит в состав готовых котлет. Вот написано, что вообще какие-то супер шикилиги. Это значит, что хорошие котлеты. Карбонадах по-норвежски. Такие вот котлеты. Стоимость их, смотрим, 58. Так, за килограмм 162 крона и за килограмм. И состав. Состав. Мясо, говядина и свинина. Вода, лук, картофельный крахмал, яйца, соль, перец. Пожаренные в рапсовом и подсуночном масле. То есть состав, в принципе, неплохой. Норвежцы это любят, но я не покупаю. Лучше самому и сделать домашние вкусные котлетки. Вообще, я в последнее время, знаете, придерживаюсь принципа, что живая еда, это которая приготовлена в этот день. Вот они, креветки. Стоят 319 крон сейчас. Свежие креветки. А это разная рыбка. Наполненная раковиной краба. Липа панцири краба. Ну, а сальма это самый лучший лосось для того, чтобы готовить суши. Представляете, есть даже порубленный фарш лосося. Никогда такой не покупала, наверное, чтобы делать такие вот котлетки из лосося. Килограмм 181 крона. То, что я не покупаю в Норвегии, это маргарин. Норвежцы любят жарить на маргарине и считают, что очень полезный вариант. Не могу понять, откуда у них эта идея. Так, смотрим. Самый популярный маргарин меланж. С 1919 года, что входит в состав нашего маргарина. Давайте посмотрим. В составе рапсовое масло, затем кокосовое рапсовое масло, которое именно так вот, как называется, затвердевает особым способом, скажем так. Вода, кокосовое масло, затем обезжиренное молоко, соль, эмульгатор, соевый лецитин, моноглицерид, джирных кислот, витамин А, витамин Д, краситель, бета-каротен и ароматизатор. Ну, как вы считаете, хороший состав маргаринчика, полезного. Они считают, что он полезнее сливочного масла, представляете? Ну, и тут я уже с ними не соглашусь. Я либо жарю на растительном обычном масле, либо на кокосовом. На сливочном, кстати, тоже редко. Сливочное я просто добавляю в пищу. Ну, посмотрите, многообразие маргаринов. Это все маргарины и частично масла. Сливочное масло, например, перемешанное с растительным маслом. Вот цена этого маргарина меланжа. Килограмм 70 крон, 7 евро. Как я сказала, к молочке, к сырам у меня претензий нет. Единственное, что по поводу сыра. В Норвегии очень любят употреблять уже натертый сыр. Например, чтобы упростить свою задачу. Вот состав тоже натертого сыра такой недорогой марки. Экстра. То есть топпинг. Что в наш топпинг входит? Входит вода, кокосовое масло, молочный протеин, модифицированный картофельный крахмал. Картофельный крахмал, соля, сыворотка. Эмульгатор, ешка какая-то. Затем лимонная кислота и краситель. Не, ну нормальный состав. Я вообще-то считала, что сыр должен быть по сути классическим таким продуктом, чистым. А этот уже что-то вносит сомнения. И сыр такой стоит 43 кроны 900 за 500 грамм. То есть с килограмм где-то 8,170 центов примерно. То, что я еще не покупаю в норвежских магазинах, это торты. У нас принято в любом магазине огромный выбор тортов. Но в Норвегии они хоть и есть какие-то, вот знаете, такие вот не очень презентабельные, в то же время они здесь. Я бы не сказала, что вкусные вот именно покупные торты лучше всего приготовить самим, потому что рецепты норвежских тортов есть великолепные, очень вкусные. Но сами торты обычно на продажу, ну такие вот, не перспективные. Например, тропический аромат вот за 153 кроны, килограмм 180 крон. Потом какой-то миндальный торт в тофе, то есть с сирийскими. Затем французский шелоколадный торт и миндальный торт. Вот это классический торт, который продается и в кондитерских. Такой вот марципановый торт, килограмм 229 крон. Что туда входит? Это будет бисквит, прослоенный сливками взбитыми, вареньем. И сверху, вот видите, такая вот марципановая, марципановая пальто, я бы сказала, да, либо покрытие марципановое. Я не люблю. Хлеб. Хлеб грубого палмола с сиропом. Ну, нормальный ингредиент я не буду перечислять, но то, что удивляет это, ну и то, что не удивляет, а то, что уже понятно, что будет присутствовать, это дополнительный глютен, рапсовое масло, 3 растительных эмульгатора, средства для обработки муки, декстроза, энзим. Это отдел с хлебобулочными изделиями. Я вам уже показала состав обычного хлеба, да. Ну, давайте же найдем какой-нибудь шикарный хлеб, дорогущий. Посмотрим его состав, чтобы сравнить. Ну, вот видите, вечерей тоже почти хлеба не осталось. Ну, вот пример. Хлеб за 46 крон 30 евро, да. Называется свежий спеченый хлеб в магазине, цельнозерновой хлеб с льняными семенами. Ну, что в его состав входит? Вы посмотрите только на все эти строчки. Вода, пшеничная мука, затем... Ой, грубая пшеница, да, грубого помола. Затем какое-то натертое цельное зерно. Слушайте, ну, конечно, мне привод такой куцей, ладно. Ну, видите, спонтанно так пшеницы, лен, затем ржаные отруби, глютен дополнительный здесь тоже есть. Затем пшеничные отруби, дрожжи, соль, кунжутное семя, закваска 0,7%. Вот скажите, 0,7% вообще есть смысла в этой закваске? Ну, ладно, там опять есть регуляторы кислотности два вида, также молочнокислая культура, рапсевое масло, экстракт солода, да, это ячмень. Растительные эмульгаторы, аж целых три вида, и подсолнечный лецитин, декстроза, написано в скобочках пшеницы, да, декстроза, это плохо. Энзим, затем опять средства для обработки муки, да. Ну, как вам состав хлебушка за почти 5 евро? Я говорю, в наши времена, хочешь быть здоров, готовь все сам, только где на это найти время? Люди вообще, как белки в колесе, работают с утра до ночи в стрессе, да, то есть такая дилемма. Я в одной умной книжке, но вы знаете, любительница книг, прочитала, чтобы избежать дополнительного глютена, который не есть, да, позитивен, он не позитивен для нашего организма, зачем вам еще экстраглютен? Главное, с обычным справиться в наше время, то лучше тогда покупать замороженный хлеб, потому что туда они не добавляют этот экстраглютен, чтобы он быстрее подходил, то есть у них нет, значит, такой вот именно запарки, и чтобы он там лучше хранился, да, свеженький был. Он замороженный, и все нормально. Вот видите, здесь еще много безглютенового хлеба замороженного, затем вот всякие пошли. Такие небольшие булочки, то есть лучше покупать такой вот хлеб. Сейчас я стою после чая, вы знаете, в норвежских магазинах я чай перестала покупать, вот именно в таких вот, знаете, сетевых продуктовых магазинах, потому что здесь либо липтон, я его не люблю, Твайнингс, да, вроде бы так называется, тоже он вроде бы неплохой чай, но там тоже куча ароматизаторов обычно, и всякие пошли, вот знаете, Йогити, Пука, их тоже не люблю, поэтому где покупаю чаи, в магазинах здорового питания онлайн. Знаю марки, которые мне нравятся, это обычно английские марки, и ими радуюсь, им радуюсь. Норвежцы очень любят покупное варенье, если мы варенье обычно готовим сами, то в Норвегии варенье покупают, либо джем. Вот это одна из самых популярных марок, потому что ее можно выдавливать, да, этот джем можно выдавливать. Что входит в состав? Давайте посмотрим. Сахар, клубника, 40% вода, загуститель, фектин, затем опять лимонная кислота, консервант калиум, сарбат калиума, а также краситель кармин. Так вот. Ну, чего греха таить, варенье я покупаю, иногда такое вот для ребенка, для вафель. Моя салима, самое любимое, кстати, это вот такое вот варенье из шиповника Нипа Сюльттёй. Вот его цена, 56 крон, 40 евро за килограмм. Но, знаете, такое вот именно, скажем так, консистенция пюре, такой вот джем, я бы даже сказала, не варенье. Очень вкусное. И минута норвежского будет состоять на сегодня из цитаты Гиппократа La mat vere din medicin og medicin vere din mat. Что в переводе? La позволять, в этом случае позволь. Mat, еда, vere быть, глагол неопределенной формы, din, твой, medicin, лекарство мужского рода. То есть, первую строчку мы переведем как позволь еде быть твоим лекарством, а вторая часть получается у нас og, i, o, medicin vere din mat. То есть, подставляем значение слов и получается, а лекарство, а лекарство быть твоей едой. И как заключение просто хотелось сказать, конечно же, что мы все решаем сами, чем питаться, и похоже, что продукты будут только ухудшаться по качеству, все к этому ведет, но самое главное, мое мнение, потому что полностью избежать ультрапроцессированной еды, наверное, невозможно в этом мире, тогда надо просто уже жить в землянке и питаться коренями, да, и охотиться, скажем так, вот, но, по крайней мере, хотя бы уменьшить потребление всех этих продуктов, например, пить колу только на дне рождения у кого-то, а не так, как вот я наблюдаю, когда стою в магазине, да, в очереди, что покупают местные подростки, это на ланч свою в школу, это обычно Coca-Cola Zero с сахарозаменителями и кусок пиццы, тоже ультрапроцессированной, это не домашняя пицца, вот, такое вот было сегодня видео, жду ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, возможно, у вас тоже будут какие-то интересные лайфхаки, инсайты, информация, потому что, конечно же, я дилетант, я не химик, я не диетолог, скажем так, но читаю много и интересуюсь разной информацией. До новых встреч!